Христос воскрес, сестры, братья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познамай Бога внутри себя». Христос воскрес! Воистину воскрес! Это наше поздравление в этот праздничный день Пасха. Пасха католическая в 2024 году празднуется 31 марта. Пасха православная в 2024 году празднуется немного позже, 5 мая. Но слово «воскрес» и что оно значит для нас? Когда Христос воскрес? Что это значит? Мы не первые задаемся этим вопросом. Даже в первых церквях стоял этот вопрос. Христос воскрес. Это значит, что Бог истинен и нет в нем неправды. Христос воскрес. Это значит, что наша вера истинна и тверда. Христос воскрес. Это значит, что и нас воскресит свое время. Христос воскрес! Давайте откроем Библию и книгу 1 Коринфянам, стихи с 12 по 15. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, и тщетна и вера ваша». «Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают». Это 1 Коринфянам, 15 глава, стихи с 12 по 15. Вопрос воскресения тесно взаимосвязан вообще с нашей верой, и у христиан, и все основано на воскресении, и что мы встретимся с Иисусом Христом, Богом Отцом, что будем Царствием Божьим, на что и надеемся. В городе Коринф. В церкви, в городе Коринф, некоторые начали говорить, что нет воскресения мертвых. Вроде бы такой простой вопрос, мертвые воскресают или нет, друзья. На что апостол Павел резко отреагировал и сделал такую защиту. «Если нет воскресения мертвых, то Иисус Христос не воскрес. Если Христос не воскрес, то и проповедь, и вера христианская бесполезна». И такой сильный аргумент, что если скажем, что Бог не воскресил Христа, то лжесвидетельствуем против Бога. А это не очень хорошая идея. «Иисуса Христа воскресил сам Бог». Тогда какие выводы сделаем из этого местописания? «Иисуса Христа воскресил сам Бог». Это было сделано по Его воле, а не по воле человека или какого-нибудь волшебника или зиониста. Это полностью дело Бога. «Когда мы спорим, что Иисус не воскрес, то лжесвидетельствуем против самого Бога. Если Иисус Христос не воскрес, то и люди не воскресают. Но и в это тяжело поверить. Но если мы говорим и верим, что Иисус Христос воскрес, то в то же самое время говорим и верим в то, что и мы воскреснем, и воскресение мертвых существует. Пасха – праздник воскресения Иисуса Христа. Когда человек искренне приходит к Богу в молитве покаяния с верой в Иисуса Христа, что Он сделал для нас, каждого? А Господь взял наши грехи, каждого из нас на себя, был наказан, казнен, проклят на кресте вместо нас и был похоронен. Но Он воскрес на третий день. Если мы приходим к Богу с верой в этой Евангелии, то Бог прощает нам грехи наши, освобождает, очищает нас от наших грехов, оправдывает нас перед собой, дает нам свою праведность, исполняет, дает нам Духа Святого и называет нас своими детьми. Порядок воскресения мертвых. А в послании к Коринфянам апостол Павел вообще пишет, и даже в каком порядке будет воскресение мертвых. Откроем первое послание к Коринфянам, 15 глава, стихи 17 по 24. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, и вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. Если мы в этой жизни только надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христов, пришествие Его. Это 1 Коринфянам, 15 глава, стихи 17 по 24. Да, друзья, так во Христе Иисусе все оживут, и каждый в своем порядке. Сначала Христос, а потом Христовы. Это те, кто исполнил Духом Святым. Так, какой мы праздник празднуем, братья и сестры? Это праздник всей нашей веры. Христос воскрес. Что это значит? Христос воскрес, и это значит, что Бог истинен, и нет в нем неправды. Христос воскрес, и это значит, что наша вера истинна и тверда. Христос воскрес, и это значит, что Бог воскресил Иисуса Христа, и нас воскресит в свое время. Аминь. Христос воскрес, братья и сестры. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.